Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как устанавливать моды на игру Киберпан 2077 или, как его еще называют, также я считаю, что его название соответствует Суперпуку, потому что с каждым новым обновлением, к сожалению, хотя игре уже два года, разработчики вместо того, чтобы баги отбавлять, они, к несчастью, только прибавляются. Итак, сегодня с вами будет показано два способа установки модов. Первый способ это при помощи внутренней папки без установки доп. приложений. Второй способ это при помощи приложения Nexus Mod Manager или NMM. Пример будет сегодня у нас с вами показано установки модов на моде. Это вид от третьего лица, один из самых известных, наверное, таких для большинства людей модов. Я не понимаю, честно, лично от меня вопрос разработчикам, почему они не додумались сделать это, встроить все и так в игру. Нам с вами это приходится делать, разумеется, самостоятельно и вручную. Что хотел бы вам еще также поведать, что для работы некоторых модов нам с вами может потребоваться приложение под названием Кибер Энджин Твикс, либо же даже, если точнее сказать, это как бы дополнительный мод, который будет нам с вами помогать в том, чтобы некоторые моды работали. Всегда внимательно читайте описание, когда устанавливаете какие-то моды, потому что иногда требуется какая-то установка доп. модов для работы других модов. Это своего рода, как можно сказать, наверное, Minecraft Forge. То есть для того, чтобы некоторые, а точнее большинство модов работали в Майнкрафте, требуется Minecraft Forge. Также здесь выступает в этом роли Кибер Энджин Твикс, так называемый мод. Вот, разумеется, у нас с вами уже имеется скаченный, загруженный для версии 1.31. Первый способ, который мы с вами рассмотрим, как я и сказал изначально, это установка при помощи папки. В чем ее суть? Во-первых, что если у вас версия до 1.3 и ниже, особенно если вы пират, скорее всего, скачали, может быть, версию вдруг какую-то ниже, как узнать версию игры, то заходите в главное меню игры. Вот слева внизу у нас с вами здесь, обратите внимание, указана версия. В данном случае она у нас с вами 1.31. Если у вас версия ниже, то внимательно читайте описание, потому что была такая какая-то особенность. После обновления 1.31 разработчики что-то там намутили, какие-то скрипты, что-то еще прочее поднаделали, и после версии 1.30 и выше, просто при помощи установки именно папки, а не NMM, необходимо было в другую папку моду потом закидывать. Это вот то, что стоит вам обязательно учесть. Если вдруг у вас версия 1.31 или выше, если вдруг она уже вышла, может быть, через полгода, может, через год, не знаю, когда вы мое видео это посмотрите, то тогда, в принципе, путь установки должен будет быть таким же, как и у меня. Мы с вами заходим в папку с игрой, и заходим в Cyberpunk 2077, архив, PC, и далее у нас с вами вот здесь, если у вас есть папка под названием Path, то нужно будет закинуть все в нее. Если ее нет, то необходимо создать. То есть мы с вами нажимаем создать, нажимаем продолжить, у нас с вами есть право администратора, и здесь мы с вами вводим папку вот такую, с таким вот названием, в следующем Path. Все, мы ввели ей название, и после этого в эту папку нам с вами необходимо закинуть наши моды. Но здесь кое-какое внимание, вот у нас с вами открыто два архива, это Fiat Person Mod, то есть вид от третьего лица, и Cyber Engine Tweaks. В чем у них проблема, скажем так, когда мы только их открываем с вами, мы видим, что у нас с вами содержится здесь несколько папок, такие как BIN, затем вот, допустим, BIN X64, соответственно, здесь также X64, далее у нас с вами идет папка Plugins, далее папка Plugins, Cyber Engine Tweaks, и вот она у нас с вами, но она у меня уже имеется, так как я ее устанавливал, а в данном случае, допустим, у нас с вами, мы ее можем закинуть сюда. Но в чем недостаток данного способа? Напоминаю, что при версии 1.3 или 1.31 папки изменились в пути, поэтому этот способ не совсем совершенный, но можно, перейдя из папки в папку, в каждый, скажем так, допустим, в 1.31 Path Support, это у нас с вами Cyber Engine Tweaks, он содержит папку BIN, затем X64, также, соответственно, и у нас с вами закидывается все вот сюда. Но почему я бы не хотел этого делать, устанавливать это все вручную, а делать при помощи приложения, при помощи NMM, потому что он автоматически все раскидает туда, куда положено, а в данном случае могут у нас с вами возникнуть определенные проблемы. Допустим, если говорить про BIN или папку, допустим, архив, а у нас с вами после архив идет также PC и затем PC, нам с вами было написано в описании мода, что нужно было создать папку под названием Path, но в данном случае здесь присутствует папка Mod, то есть прошлое название прежнее было как Mod, а потом поменяли ее на Path, или наоборот, на прошлых обновлениях до 1.3 было, у нас с вами путь был мод, папка, а затем ее поменяли на Path, то есть я честно скажу вам, признаюсь, не особо ориентируюсь, потому что при помощи NMM выполнял установку, а не вручную все это закидывал, и поэтому здесь могут возникнуть теракт разногласий. То есть вы можете попробовать, допустим, просто закинуть сюда папку Mod и попробовать игру запустить и проверить, добавился у вас мод, как что-то обновилось, поменялось или нет, или не обновилось, а потом, допустим, попробовать создать папку Path и в папку Path закинуть папку Mod. Повторюсь, что здесь довольно много подноготных сложностей, поэтому этот способ я бы не рекомендовал. Если вы, конечно, желаете, вы можете устанавливать, но давайте лучше приступим ко второму способу, так как здесь чуть больше сложности, особенно, как повторюсь, NMM весит всего лишь на порядок 50 мегабайт, поэтому лучше, наверное, все-таки сделаем все при помощи него, так как он в автоматическом режиме полностью все закидывает, устанавливает, и с ним все гораздо существенно проще, легче и без заморочка, особенно, что моды можно будет включать и выключать по необходимости. Итак, NMM Community Edition 4.07.1, короче, в общем, все поняли. Нажимаем «Да», запускаем ее от имени администратора. Нажимаем «ISF Deagreement», нажимаем «Next». Далее вновь нажимаем с вами «Next» и выбираем путь. Можно ставить на диск «С», и это не особо принципиально, но есть кое-что. Внимание, что если у вас игра установлена на один диск, а NMM установлена на другой, то могут возникнуть некоторые сложности, особенно, если вы будете устанавливать много модов. Поэтому рекомендую, допустим, Nexus Mod Manager вы ставите на диск «С», и игру также ставите на диск «С». Рекомендую особенно очень большие глобальные моды, которые весят очень много мегабайт. Если у вас, скажем так, к примеру, у меня NVMe-шник. Я на NVMe-шник ставлю и саму игру, и Nexus Mod Manager. Благодаря этому скорость взаимодействия модов с игрой будет быстрой. Это очень важно, потому что если вы поставите игру на диск «Д», а Nexus Mod Manager будет стоять на «С», то во временной виртуальной папке, где будут находиться моды, могут возникнуть ряд не просто сложностей, а прежде всего это прогрузка, из-за чего моды могут лагать, и из-за этого могут быть определенные сбои. Итак, мы с вами вводим диск «С», программ файлов с Nexus Mod Manager в автоматическом режиме выбирается папка, мы нажимаем «Next». Также нажимаем «Next». «Create и Desktop Shot Cup» — это для того, чтобы создать для быстрого запуска наши с вами, если вы желаете. Ярлычки, я рекомендую галочки везде полностью оставить, «Associate NXM URL with Nexus Mod Manager», если вы будете использовать также моды с сайта Nexus Mod Manager, там, где огромное количество всяких разных модов, всего крутого, сможете там зарегаться, но есть тоже сложности, как комьюнити англоязычные, вероятнее всего, моды какие-то будут англоязычными, поэтому, если вы, конечно, хотите, либо же я, допустим, устанавливаю сам их, скачиваю, откуда-то смотрю, чтобы было русскоязычной комьюнити, русскими людьми созданы какие-то моды, и устанавливать будем все вручную, если хотите, как бы, можно. Желательно все галочки полностью здесь поставить и оставить. Для вашего удобства. Нажимаем «Install», происходит установка, да, она происходит довольно быстро. Здесь мы с вами видим также список определенных обновлений, определенные багфиксы, что было изменено, заменено, какие обновления, прочее-прочее, то есть мы с вами видим, и также исправление было со ссылками на Skyrim SE, Fallout, NW, TESO, Delder Scrolls, Skyrim или Chai TES, всеми известный. Также что-то было добавлено, такие же, так же, как китайский язык и так далее. Можете прочитать, если кому это интересно. Нажимаем «Next». Затем мы с вами, вместо того, чтобы нажать «Launch Nexus Mode Manager», почему нажимаем «Finish» и галочку снимаем. Что рекомендуется сделать дальше? Они, кстати говоря, как я обратил внимание, сейчас еще сменили значок. До этого он выглядел чуть по-другому. Мы нажимаем правой кнопкой мыши, я рекомендую так сделать, особенно если вы ставили его на диск C. «Свойства» и затем «Свойства». Вот здесь, чтобы постоянно нам ничего с вами лишний раз не нажимать, мы ставим галочку «Запускать эту программу от имени администратора» в разделе «Совместимости». Так как у нас с вами будет прописываться путь, а доступ будет требоваться к диску C и далее папку «Program Files», куда мы с вами установили, там требуются права администратора, потому что если вдруг вы запускаете на этом мод-менеджер, уже заговариваюсь, и у вас возникает, скажем так, проблема какая-то, возникает ошибка, вероятнее всего, потому что запуск идет не от имени администратора. Запускаем, нажимаем «Да», «Запустить». Что у нас с вами происходит дальше? Дальше у нас с вами будет запускаться Nexus Mode Manager, в зависимости от скорости ваших жестких дисков, говорю сейчас вам заранее, это важно. Внимание! В зависимости от скорости ваших жестких дисков может потребоваться определенный ряд времени на поиск игр. В данном случае у нас с вами выполняется поиск игр. Нам с вами необходим... Нам с вами необходим киберпанк. Киберпанк. Здесь он у нас с вами где-то есть, но должен быть, по крайней мере, потому что он у меня был. Я это помню. В данном случае почему-то у меня... ...на выбор киберпанка нет. Кстати говоря, что это очень странно. Вроде как все игры были, а киберпанк у ад пропал. Интересно. На огромное удивление, друзья, так как там отсутствовал киберпанк 2077, мне пришлось сейчас загружать другую версию Nexus Mode Manager. Установка абсолютно та же самая, только у нас с вами другое издание, версия 0.83.4 будет. Сейчас мы с вами его... Вы также можете его установить абсолютно идентично. Все нажимается так же Next, ставятся галочки. И после этого мы сейчас с вами его запустим и проверим. Да, вот данной версии мы с вами при установке видим, что вот у нас с вами поддержка как раз таки имеется киберпанк 2077, который нам с вами и нужен. В чем проблема? Честно, простите, ребят, я не знаю. Видимо, это какое-то другое издание, в котором вот все присутствовало, все, все, кроме киберпанка. Это очень странно и удивительно. То есть все то же самое, ставим галочки, нажимаем Next, Next, Next. Ну и вот точно такой же принцип установки. На нее ссылку я на GitHub скину, вы там сможете сейчас объяснить, как вам его загрузить. После открытия страницы можете найти здесь самый последний выпуск, самую последнюю версию. Вот здесь вот в разделе активы загрузить NMMA- и то число, которое будет самым последним. Допустим, можно как в архиве 7zip его загрузить, но лучше в XS-шнике. XS-шник загрузили, скачали и по такому же принципу устанавливать. Ничего сложного в этом нет. Нажимаем Next, также снимаем галочку, нажимаем Finish. После этого у нас с вами создалась, вот она, вот она моя родимая, то, через которое я сам лично все проверял, как у меня все работало. Нажимаем вновь еще раз в правой кнопке мыши свойства, затем также заходим в раздел совместимости и здесь выставляем галочку запускать эту программу от имени администратора. Это важно! Если вы этого не сделаете, у вас будет проблема при запуске NMMA, разумеется, вы моду поставить не сможете, потом будут мне комменты понаписывать и спрашивать, Юранка, подскажи, а почему у нас ничего не работает? А вот потому-то и не работает, потому что невнимательно смотрели. Это все очень важно. Все, что я рассказываю, ребята, стараюсь как можно все короче укладывать и все на блюдечке вам преподносить. Поэтому, пожалуйста, запоминайте. Запускаем NMMA. Нажимаем «Да» разрешить, вносить изменения на наш компьютер и нажимаем «Да». Все, собственно, у нас с вами запрос от WAC произошел. И сейчас с вами вновь откроется то же самое окно, которое открывалось до этого, то есть с поиском игр. В чем может быть здесь загвоздка? Когда вы запустите NMMA, могут возникнуть ряд сложностей. Прежде всего, это то, что может не обнаружиться путь установки игры. То же самое окно, только у нас, как вы видите, здесь присутствуют картинки, но и список игр такой же. Вот у нас с вами Cyberpunk 2077 автоматически прописал путь C-Program файла с Cyberpunk 2077. Если вдруг путь у вас ввелся, может потребоваться время. Может потребоваться даже несколько минут, пока найдутся игры. Поэтому не переживайте, дождитесь окончания. Либо, если не хотите ждать, просто нажимаете здесь, допустим, на крестик. Либо же, если у вас появляется вот такая ошибка, как «Not found in this not correct enter the game path», вы здесь нажимаете на три точки и прописываете самостоятельно путь к игре. В моем случае это этот компьютер, локальный диск C, программ файл из, киберпанк. Все, после этого просто нажимаем «Ок». У нас с вами написано «Is this not correct enter the game path?» C-Program файл из, киберпанк 2077. Нажимаем на галочку. Если вдруг у вас путь не нашелся, ждали-ждали, сидели минут, наверное, 10 где-нибудь, у вас путь не выбрался, но вот мы с вами ввели его вручную. После нажимаем «Стоп сечин». Нам с вами поиск больше не нужен, все остальные игры нам с вами здесь не нужны. Что мы делаем далее? Мы нажимаем «Ок». После этого у нас с вами открывается вот такое окошко. Это окно у вас будет открываться, потом вам не придется каждый раз прописывать путь, не переживайте, не бойтесь, у вас будет при каждом запуске НММ появляться вот такое окошко. Если вдруг вы нажимаете «Ок» и у вас какая-то появляется ошибка, то просто закройте его, еще раз нажмите «Exit», нажмите еще раз правой кнопкой мыши, запуск от имени администратора. НММ обязательно при установке на диск C, еще раз напоминаю, запускать надо от имени администратора, иначе пути игр у вас не будут находиться, и, соответственно, моду устанавливать и запускать вы не сможете. Нажимаем «Ок». Выбрали «Киберпанк», если вдруг какие-то еще игры присутствуют, то, собственно, нужно выбрать именно «Киберпанк». Не рекомендую нажимать «Don't task me next time», почему? Потому что если вдруг надо будет прописать заново путь, либо же выбрать какую-то другую игру, то автоматически будет запускаться «Киберпанк». Нажимаем «Ок». «You need to set up the path where next manager will store, мод архивы и так далее». Все, нажимаем «Ок». Здесь у нас с вами предлагается при первом этом запуске прописать пути «Mod Directory». В чем его особенность? В данном случае у нас с вами прописывается директория с установками модов. Моды будут устанавливаться как виртуальную папку, так же, как и установочная информация о модах, она может потребоваться. В том числе, виртуальная установка. Пути являются важными. В чем? «Virtual Install». Как написано, что выберите папку, где Nexus Mod Manager будет складывать и распаковывать установочные моды файлов. Этот путь я рекомендую ставить на тот же диск, желательно именно, чтобы первое место у нас с вами совпадало с тем местом, где у нас с вами будут располагаться наши моды. Почему это важно? Написано «Virtual Install», что очень важно, почему идет пояснение, что моды, которые будут много занимать места, если вы установите на медленный жесткий диск, допустим, выберите здесь «C», к примеру, у вас будет директория, а игра установлена на «D», то какие-то огромные моды будут глючить и отставать от игры, потому что моды стоять будут на одном жестком диске, а игра на другом. Так как у нас с вами игра установлена на диск «C», Nexus Mod Mod Manager установлена на диск «C», собственно, и папка также стоит у нас с вами на диске «C», то мы с вами ее оставляем как есть диск «C», рекомендую, повторюсь, все на одном жестком диске иметь. А лучше вообще ставить на SSD или NVMe, рекомендую ставить «Киберпанк». Это не только я, это системные требования, и разработчики тоже, это как рекомендуемые от них системки. Мод директории, там где будут находиться наши с вами моды для «Киберпанка», в чем, в принципе, отличие, особо не понимаю, но можно ставить диск «D», то есть, как бы, самое главное пояснение, это касательно Virtual Install на том же самом диске, где у нас с вами и находится «Киберпанк». Install Info также можно на диск «C» сделать, можно, в принципе, тоже было бы поставить диск «C», в общем, это директория с модами, где у нас с вами будут именно моды, именно в этой папке их можно будет туда закидывать, при желании можно будет не закидывать, по этому назначению можно будет просто прописывать, они автоматически будут закидываться, раскидываться по папкам. В общем, очень важно выбрать местоположение, то есть, мы оставляем все как есть в данном случае, пускай все будет так, как есть. Нажимаем «Финиш», после этого запускается NMM. Сейчас у нас с вами откроется окно. Предупреждение о новой версии игры, то, о чем я говорил при установке по папкам, почему удобнее через NMM устанавливать, обращаю ваше внимание. Где, значит, у нас с вами обнаружено использование игры «Киберпанк 2007» версии 1.2, либо позднее. Для первого запуска с NMM в версии 1.2 «Киберпанк» сменит папки, где у вас установлены моды. То есть, в данном случае, так как мы с вами ни одного мода не ставили, это для нас не особо важно. Если вдруг вы уже моды до этого устанавливали через обычные пути папки, до версии 1.2, то у нас с вами написано, что папки поменяют местоположение. Потому что этот мод включен, включается или выключается при помощи Nexus Mod Manager, вам необходимо их включить заново и снова. Если вдруг ничего не ставили, то переживать не нужно. При проверке обновления Nexus Mod Manager может появиться такое окошко, и вы можете нажать «Апдейт» для того, чтобы установить обновы на Nexus Mod Manager. Рекомендую постоянно, если вдруг обнова выходит, скажем так, нам с вами выполнять обновление, потому что Nexus Mod Manager постоянно модернизируется, улучшается производительность, но исправляются разные баги. Итак, что мы с вами видим? Окошко Nexus Mod Manager 0.83.4. Cyberpunk 2077. Здесь у нас с вами есть вот такой значок «Add Mod From File». Либо же можно добавлять при помощи URL файла. Если вы желаете, вы можете залогиниться здесь, выполнить авторизацию на сайте NMME и, соответственно, их скачивать с сайта, скажем так, прямиком прописывая «From URL файл NXME». Сюда вставляете, допустим, файл какой-нибудь там, к примеру, как здесь прописано, вот у нас с вами написано «Пример». И у вас будет автоматически они скачиваться и устанавливаться. Есть плюсы в том, что будут моды обновляться в автоматическом режиме, если будет выходить новая версия, но минусы в том, что, повторюсь, в комьюнити, скорее всего, будет англоязычным, и поэтому моды будут все полностью на английском языке. Для вашего удобства можете, в принципе, нажатие «Autorize» зайти на сайт Nexus Mode Manager, там зарегаться, выполнить вход, затем будет написано, что вы залогинины успешно, но и также по ссылкам добавлять. В данном случае рассматриваем вариант, как добавлять из файла. Нажимаем с вами «Add Mode From File» на вот такой вот наш с вами пазл. У нас с вами открывается проводник. В данном случае мы с вами нажимаем на рабочий стол, где у меня была установка, куда я все эти моды перекинул. Куда я их перекинул-то, батюшки мои? Вот на рабочий стол. И, собственно, вот они у нас с вами имеются. Это GB Third Person Mode и тот самый, который у нас с вами был нужен, файлик 1.31.patch.support. Мы с вами давайте сначала его установим и затем установим тот мод. У нас с вами написано «Install Directory плюс 1». Вот здесь у нас с вами в папке Unsignate, если вы желаете, можете также добавлять папки. Здесь у нас с вами… А, не предлагается переименование. Переименование, обычные и другие папки, как правило, создаются автоматически, если вы добавляете посылки с модой, с Nexus Mode Manager, если вдруг вы зарегались. Что мы с вами здесь видим? Написано, можно download info просмотреть, но это в том случае, если, повторюсь, вы загружали мод именно с того сайта, потому что, как правило, здесь все файлики, все информация, авторы, все на свете, все прописывается. И добавляем еще один наш с вами мод. По такому же принципу, нажимая на наш с вами пазл. И выбираем с вами Fiat Person Mode. В чем еще есть особенность? Для Fiat Person Mode выходил еще один мод. Мод на моде, так называемый. В чем его суть была? И предназначение. Разработчики немного пофиксили внешний вид со спины, и поэтому можно устанавливать мод на мод. То есть вы устанавливаете, допустим, Fiat Person Mode и фикс на Fiat Person Mode, если вдруг вы его находили, к примеру, чтобы более лучший вид был со спины. Но опять же, это все по желанию, как пожелаете, как хотите. Что делаем далее? Вот у нас с вами они выделены сереньким цветом. Это означает, что они не активированы. Мы нажимаем здесь на галочку и здесь нажимаем с вами на галочку. Все, моды успешно активированы и теперь можно приступать к запуску игры. Можно сделать при помощи Nexus Mode Manager. Допустим, нажимаем с вами Launch Cyberpunk 2077. А можно даже нам с вами, в принципе, Nexus Mode Manager, если вы не желаете. Если вы не желаете какие-то моды отключать, можно просто-напросто закрыть. Если вдруг он вам повторно пригодится, то принцип запуска точно такой же. Мы с вами нажимаем, запустить, нажимаем, да. Это как вы будете потом делать повторно, если надо будет какие-то моды добавлять, нажимаете ОК, Cyberpunk, у нас с вами происходит загрузка. Открывается вновь то же самое окно. Если, повторюсь, вы хотите просто Nexus Mode Manager, в оперативке может есть на порядок 200-300 или 400 мегабайт, в зависимости от того, чем больше модов вы в него загружаете, тем, соответственно, больше он в оперативке будет места занимать. Ну и, соответственно, нагружать процессор. Поэтому можно, в принципе, все это дело выключать. При попытке нажать Launch Cyberpunk, у нас с вами может появиться уведомление, что желаете ли вы закрыть Nexus Mode Manager после запуска игры? Ну, повторюсь, можно нажать да, можно нажать нет. Если комп очень мощный, можете нажать нет. Если комп слабоват, то можете нажать да, для того, чтобы автоматически Nexus Mode Manager закрылся после запуска игры. Ну что ж, в принципе, можно запускать как через данное приложение, повторюсь, допустим, нажимаете yes, можно нажать remember my selection, и у вас запомнится выбор, что будет закрываться или не будет закрываться, допустим, приложение, что постоянно эту уведомлялку у нас с вами не появлялась. Запускаем игру. Хотя, прежде чем продолжим, наверное, скажу мнение лично от себя. Скорее всего, в той версии другого NMME убрали Cyberpunk, потому что настолько он, наверное, голимый, оказалось, что даже разработчики отказались просто-напросто для него моду выпускать. Или сторонние люди, что просто такая помойка, что... Ребят, простите, я не в обиду тем, кому нравится Cyberpunk, мне он тоже нравится, но вот эти баги, они просто убивают. Два года прошло с даты выпуска игры, а вот такой вот бред просто, за что люди деньги отдавали, непонятно. Ну ладно, приступаем. Друзья, мы с вами находимся в главном меню игры. На что хотелось бы обратить внимание, что при первом запуске игры у вас может экран стать таким сереньким цветом и может появиться вот такое по центру уведомление для назначения клавиши, которую вы бы желали. Вы просто нажимаете на место окошка, почему-то она у меня повторно не появилась, не спросила у меня, какую я хочу назначить ему клавишу. Я назначил клавишу B английскую. Кибер-энджин-твикс, когда мы с вами будем нажимать на клавишу B, у нас с вами будет появляться вот такая вот штучка, кибер-энджин-твикс, вы должны ее в принципе видеть. У нас с вами здесь прописываются пути, кибер-энджин-твикс стартап-комплект, все успешно установлено, у нас с вами написано вот загружен плагин на вид от третьего лица. Фед-персон-мод, лоид, это написано, инициализация закончена, то есть все успешно у нас с вами здесь загрузилась. Также, конечно же, кибер-энджин-твикс нам с вами позволяет делать некоторые обновления. Active, Deactive, Ferd-персон-мод, в данном случае, когда мы переходим в раздел Bindings, у нас с вами в разделе Hot Case появляется Overlay Key, это вот Overlay Key, то, которое первое у вас появится уведомление для назначения запуска краски кибер-энджин-твикс, чтобы оно сверху у нас с вами появилось. И, собственно, Ferd-персон-мод, мы с вами назначаем клавишу, в данном случае я назначил клавишу на F2. The Next Camera View, также можно задать какие-то определенные клавиши, написано Not Bound, ничего не задано, допустим, можно как бы ротация камера вверх, камера вниз, чтобы можно было сдвигать, к примеру, сейчас я вам покажу по этому примеру камера вверх, допустим, мы с вами нам под 8, нам под 2, допустим, назначим камера left, это нам под 4, к примеру, и камера right, нам под 6. Мы с вами прописали пути, то, что нам с вами необходимо, You have Unsewned Exchange, Do You Wish Amplia, да, мы нажимаем Apple, Discard или Amplia, также есть возможности дополнительные патчи при помощи Cyber Engine Tweaks, кстати говоря, так как я использую нелицензионную версию игры, я не знаю на самом деле, что будет происходить с лицензией, вдруг еще может быть задастся якобы как вы чит юзайте, потому что этот Cyber Engine Tweaks является читом, это очень важно, ребят, если вы сейчас зашли и вдруг что-то произошло, то вот сложно вам посоветовать что-то либо. Есть возможность также допустим AMD SMT патч заюзать для процессоров AMD Disable Asynchronous Compute, это вы все подробно можете в описании прочитать, что эти функции значит, так у нас сейчас не о Cyber Engine Tweaks, информация о просто как устанавливать моды, также можете выключить Disable Wignet, Winigret, если хотите, можете выключить, можно также выключить вступительные ролики Into Movies, если вы желаете, можно также выключить вертикальную синхронизацию, написано, что только для Windows 7, можно также пофиксить мини-карту Flickr, выполнить то, что вы желаете, в общем, это как вы доп. настройки в разделе разработчиков у нас с вами также есть, можно определенные повыключать функции, там было добавлен дебаг меню, если кому-то нужно, можно также еще было, я помню, что было написано в описании, это, допустим, убрать людей с улицы вообще, представляешь, сколько можно всего сделать при помощи данного маленького мода, ну ладно, убираем его и давайте нажимаем продолжить и проверяем вид от третьего лица, как у нас с вами все это будет работать, сейчас мы с вами все затестим, на клавишу F2 я напоминаю, у нас с вами появился даже огонь, смотри, вот на видеороликах теперь вот то, чего не было, насколько я помню, у меня не было вот при помощи кибер-энджин-твикс, это никак не связано с видом от третьего лица, у меня этого, по крайней мере, не было, ну, не факт, как бы, что именно от него это появилось, но все-таки, потому что кибер-энджин-твикс, тоже за ним обновы нужно следить, если у вас версия игры какая-то обновляется, мы нажимаем продолжить, здорово, ребята, у нас с вами очень лютый начинается просто от FPS, но сейчас у нас с вами не об этом речь, нажимаем F2 и вуаля, да, у меня вот не появилась голова, вот она у меня прогружается, собственно, и вот у нас с вами вид от третьего лица, можно при помощи клавиш, допустим, опять же, если вы все клавиши назначили, там все клавиши назначаются специально на отдаление, на приближение, допустим, там, да, то есть на сдвижение вверх-вниз, слева-право, собственно, назначайте, у нас с вами вид от третьего лица, достали оружие, вид у нас с вами поменялся, еще раз нажимаем на F2, написано, что у нас third person holding weapon не может работать, change improv to falseness, почему-то требует убрать оружие по непонятным причинам, кстати говоря, вот мы с вами убрали оружие, вот у нас с вами вновь вид от третьего лица, он с вами полысел даже, смотри, наш главный герой облысел, то есть можно было поставить, допустим, фикс, и благодаря фиксу таких проблем бы не было, опять же, с видом от третьего лица, плюс там движение рук, что-то там еще было подфиксено, если кому-то необходимо, то есть вот принцип вы поняли, как все это работает. Некоторые моды, также что, на что стоит обращать внимание, ребят, могут некорректно работать с другими совместными модами, допустим, при установке текстур Джона Вика на нашего с вами Silverhand, некоторые текстуры, если вы будете совместно ставить один и второй мод, они могут не работать, это тоже стоит учесть, что разные текстуры на одного персонажа устанавливать не стоит, потому что может возникнуть ряд у нас с вами сложностей. Опять же, по непонятным причинам у нас с вами требует убрать оружие, и, разумеется, вид от третьего лица не включается в данном случае. Но вот так вот, видимо, написано, you can't get into a third person из-за того, что у нас с вами есть оружие, holding weapon, change your weapon height to false. То есть, нам с вами нужно выключить, то есть, можем открыть, допустим, поднастроить то, что нам с вами нужно, что-то поубирать, что-то поставить, Nexus, так, допустим, на F1 назначить клавишу следующего вида, Active Car, активная камера, допустим, автомобиля, также можно optional, move cam, rotation, eye, back, smack и так далее. То есть, можно на с вами все это подобавлять. Повторюсь, если вдруг вы скачивали обновленную версию, может быть, это все у нас с вами поисчезало, поубиралось, если вдруг это необходимо. Можно попробовать еще раз. Нажимаем на B, так, и давайте проверяем. Да, у нас с вами написано, что вот с доступным оружием такая проблема, что по какой-то непонятной причине, повторюсь, не работает. Я не вникал, не выяснял, ребят, эту проблему. Можно, допустим, нажимаем на F1, внешний вид, вот у нас с вами как чем-то напоминает Майнкрафт, вот просто вот честно, вот прям вообще как будто копия. Меняем внешний вид, так, так, слева, справа, то есть при желании необходимости, допустим, там можно понизить камеру, вот так вот сделали. Так как все это сделано сторонними разработчиками, ребят, по этой причине данный наш с вами мод, он ну, недоработан, разумеется, потому что делали сторонние разработчики, а не официально, к сожалению, встраивали вы... Здорово, приехали. Он с определенными багами, и как бы вы хотели, как бы вы не хотели, вот такие проблемы могут нас с вами встречать. Класс, спасибо, четыре машины сбило меня за один раз. Если кому-то интересно, можете со включенными RTX эффектами посмотреть полное прохождение, ребят, на RTX 3090 игру я выпускал на своем канале. А пока что на этом все, вот такой принцип у нас с вами установки модов. Да, почему-то требуется убрать оружие, но вот такая вот проблема с данным модом. Может быть, кто фикс ставил, находил, то такая проблема может быть и не наблюдалась. Но вот нам с вами не позволяют использовать оружие при виде третьего лица. То есть приходится обязательно с достанным оружием нам с вами включать вид от первого, а точнее он включается автоматически. И разумеется, все экшены будут происходить только от первого лица. Но вот что есть, то есть, что придумали разработчики. Да, мне тоже, может быть, с какой-то стороны это дискомфортно, но как оно есть, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Так что как-то так. А пока что это все, ребятушки, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям огромное спасибо за внимание. До встречи, не переключайтесь, будет много всего крутого и не менее интересного. С вами был ваш Юранка, будет очень много всего крутого и не менее интересного. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям огромное количество гайдов, летсплей, всего крутого вы сможете на канале. Скоро увидимся, не переключайтесь и пока-пока, ребятушки.